МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства принял участие во всемирном саммите под руководством ООН. Президент озвучил подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов природной и экологической безопасности. Также Александр Лукашенко провел ряд встреч и переговоров. Страшная трагедия. В Углузском районе семья погибла на пожаре. 48-летняя мать вместе с 22-летним сыном приехали в деревню. Дом принадлежал сожителю женщины. Хозяин жилища уже несколько дней отсутствовал. Семья решила погреться и вытопила печь. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Изъяты фрагменты электрических проводов. Назначен ряд экспертиз. Предварительно рассматривается несколько версий возникновения пожара. В том числе неправильная эксплуатация печи. Обстоятельства трагедии будут установлены СК в ходе проверки. Новые места, атомная готовность и буйство непогоды. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Какие меры предосторожности нужно соблюдать? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Объем российских инвестиций в экономику Беларуси за первое полугодие вырос на треть. Показатель более 60% от всех иностранных вложений. В рамках импортозамещения предприятия дружественных стран активно размещают заказы по изготовлению различной продукции на отечественных предприятиях. Совсем скоро Республика начнет использование автоматизированной системы анализа цен на импорт. Презентовали тестовый проект 28 ноября в Государственном таможенном комитете. Нововведение объединит сведения из различных информационных ресурсов, внутренних учетных списков торговых сетей, базы электронных паспортов товаров. Минобразование проводит работу по увеличению количества бюджетных мест как в области среднего специального, так и высшего образования. Предстоящая приемная компания предусматривает 30% на платное обучение, 70% за счет средств государства. Также в следующем году будет увеличен набор по медицинскому, педагогическому, агропромышленному и инженерному профилям. Первый энергоблок БелАЭС снова включат в сеть во второй половине декабря. До этого он находился на повторном планово-предупредительном ремонте. Все работы завершены и идут по графику, сообщает профильное ведомство. Благодаря атомной станции валютная нагрузка на экономику страны снизилась более чем на 650 миллионов долларов. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Госавтоинспекция призывает перейти на зимний стиль вождения, избегать обгонов и резких торможений. Также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Не рекомендуется парковаться вдоль дорог, чтобы не мешать уборке улиц. Город в деревне в Абруйске до 2 декабря проходит неделя переселения. Желающие трудоустроиться в сельской местности с предоставлением жилья могут обратиться в Управление по труду, занятости и социальной защите горосполкома. На Гоголя 7 в 6 кабинете специалисты ознакомят с Республиканским банком вакансий и условиями оказания финпомощи ответят на все интересующие вопросы. В Абруйске ежегодно выбор в пользу жизни на селе делают несколько семей. Переезд возможен как в Могилевскую область, так и в другой регион. Главное – наличие жилплощади и рабочих мест. К слову, воспользоваться предложением можно только один раз. На днях службы участковых инспекторов милиции органов внутренних дел отметила вековой юбилей. В торжественной обстановке чествовали тех, кто преданно служит Родине. Особой награды удостоен Бобручанин. Елизавета Липеева пообщалась с победителем. Иван Заблотский – победитель областного смотра конкурса профессионального мастерства. В торжественной обстановке старший участковый инспектор милиции получает ключи от новой служебной машины. Такой ценный подарок вручает лично председатель Могилевского обл. исполкома Анатолий Исаченко. «Наш непосредственный участок занимает по площади половину Ленинского района города Бобруйска. Плюс еще у нас отдаленный поселок Ситовка, который за Березиной находится. Поэтому машина очень огромную службу сослужит нам. Спасибо руководству, что доверили представить УВД города Бобруйска на конкурсе. И вот так получилось, что выиграл главный приз». Бобруйчанин с детства мечтал о службе в милиции. Пример для подражания – отец с 23-летним стажем, который прошел путь от инспектора до начальника УВД. Иван Заблотский в форме уже почти 19 лет. Пятый год трудится на благо городу в должности участкового. Теперь среди прочих грамот гордо зияет тот самый диплом победителя. «Соревнования именно по направлениям служебной деятельности. Начиная от огневой, заканчивая знанием приказов, ораторским мастерством. Некоторое время я даже не мог поверить, что так получилось, что лучше в области. Не считаясь каким-то лучшим, у нас много таких даже в отделе работает». Профессия у скромного героя не из легких. Динамичный график расписан буквально по минутам. На плечи ложится огромный спектр задач. Самая главная – профилактика правонарушений и преступлений на участке. А это порядка 12 тысяч домов. Поступают благодарственные звонки о работе участкового на административном участке. Очень рад, что в очередной раз наш отдел милиции занял призовое место в области. Вторая машина, коллекционируем их. Поэтому преемственность поколений. Всегда на страже порядка. Благодаря таким людям, преданным своему делу, бобруйчане могут спать спокойно. Настоящие профессионалы в нужный момент придут на помощь. И никогда не предадут свои принципы. Закон «Справедливость Отечества». Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. От сердца к сердцу в Белтиз прошла благотворительная акция в преддверии Всемирного дня инвалидов. Региональная миссия «Надежда» в качестве подарков передала объединению пакеты с продовольствием. Всего 110 наборов по 10 килограммов. Наполнение разнообразное. Подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, крупы и консервы. Лудотворное сотрудничество с организацией началось в 2023-м. К помощи присоединилось и волонтерское движение 32-й школы. Хочу отметить, что организаторы, спонсоры не только вручают пакеты, которые пришли на мероприятие, но они ставят перед собой задачу и мы полностью с ними их поддерживаем. То есть посещение на дому мало мобильных граждан. Те, которые в силу каких-то причин не пришли на мероприятие, то их посещаем на дому вместе с волонтерами, с группой поддержки. Это наша первая работа с данным сообществом. Мы всегда готовы отвлекнуться. Мы молодые, здоровые, почему бы не помочь нуждающимся. Нам это приносит удовольствие, когда мы можем чем-то помочь. Для гостей организовали торжественный концерт. Участниками стали люди с проблемами зрения. Развлекательная программа включила в себя интересные номера, песни, стихи и шутки. Сразу после нас сирена, моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все. События к этой минуте смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»